Значение медицины в нашем обществе возрастает. Каждый человек хочет прожить долгую и активную жизнь, а для этого нужно вовремя предупреждать появление болезни или лечить её, если она уже появилась. Профессия медицинского работника – одна из самых востребованных и необходимых, и она пользуется в нашем муниципалитете неизменным уважением. Большое внимание укреплению материально-технической базы здравоохранения, улучшению условий работы постоянно уделяет администрация муниципалитета. Благодаря этой поддержке отрасли удается добиваться высоких результатов. Более двух тысяч человек работают в Славянском здравоохранении. И все они – врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и те, кто обеспечивает их работу, отличаются любовью к своей профессии, неравнодушиемой самоотверженностью. И молодые специалисты, и заслуженные профессионалы – все вместе они работают на благо славянцев. Главный врач стоматологической поликлиники Славянской центральной районной больницы Олеся Вороная вот уже 20 лет совершенствуется в своей профессии. Прежде всего, я считаю, что медик, врач, медсестра, санитарочка, неважно, должен любить людей. Это первое. Потому что ласковый, добрый, отзывчивый доктор – это уже 50% успеха лечения, особенно в нашей профессии. И врач обязан просто повышать свой профессионализм. Сейчас у нас для этого есть очень много ресурсов. Врач постоянно должен учиться. И врач должен быть, прежде всего, человеком. С медициной связана вся моя сознательная жизнь. Я закончила наш Кубанский университет. Работаю уже 20 лет. Обожаю, люблю, не могу жить без своей профессии. В этот знаменательный день для нас я хочу пожелать всем медицинским работникам, прежде всего, здоровья и мирного неба над головой. А также счастья, любви, душевного равновесия. Заведующая диспансерным психоневрологическим психиатрическим отделением Славянской ЦРБ Ирина Сницерова считает, что нужно заслужить доверие пациентов, что содействует выздоровлению. Профессия, конечно, у нас очень интересная. В плане того, что нам приходится много сил уделять нашим больным, родственникам больных. Поэтому внимание, любовь к ним, это нужно показать, потому что больной должен тебе доверять. А если больной тебе доверяет, то, конечно, это уже, как говорится, пол работы ты уже сделал. Чтобы они могли полностью тебе довериться, слушать твои все рекомендации, выполнять их. И, конечно, это радует, когда приходит человек, и он выздоравливает и говорит, что я с вами прощаюсь. Значит, в моей помощи уже больше не нуждаетесь. Серьезнейшим испытанием для работников здравоохранения муниципалитета стала пандемия коронавируса. И они, приложив большие усилия, с честью выполнили свой профессиональный долг. Благодаря вам, вашему труду, трудолюбию, иногда бессонным ночам, иногда даже самоотверженности, можно сказать, мы сегодня имеем возможность встретиться здесь с такой большой аудиторией. Практически мы вернулись к обычной нормальной жизни. Да, пусть ковид еще и не побежден, но мы знаем, как с ним бороться. И это уже совсем не той силы пандемии, которая была в 2020-2021 году. Спасибо вам за это и низкий поклон. Нет на свете профессии более благородной и важной, чем профессия медицинского работника. Именно от их профессионализма зависит сохранение здоровья, а нередко и самой жизни человека. Слово авторитетного доктора – это тоже лекарство. И ваше большое доброе сердце, ваши заботливые руки, ваша открытая душа являются фактором той уверенности и веры человека в то, что он преодолеет обстоятельства, преодолеет болезни. Спасибо вам за ту работу, что вы даете здоровье, что вы профилактируете, что вы помогаете появляться на свет новом жизни. Пусть у вас будет крепкое здоровье, пусть дома будет все ладно, пусть на работе все складывается хорошо. Всего вам доброго, с праздником, всех благ. Самые добрые слова и пожелания звучали в этот день в адрес всех сотрудников отрасли со сцены городского дома культуры. Это самая гуманная профессия. Никакой современный аппарат не заменит человеческого общения. И это общение делаете вы. Низкий поклон за ваш труд, сострадание, за профессионализм, за доброту, за чуткость. В зале много молодых людей, карьерного вам броска. У нас прекрасные врачи-профессионалы, есть кого брать пример. У нас славянская медицина всегда была лучшей медициной нашей юго-западной зоны. Счастья вам, успехов, здоровья. Лучшие из лучших за высокий профессионализм и верность профессии были отмечены благодарностями министра здравоохранения Краснодарского края, почетными грамотами Министерства здравоохранения, благодарностями и грамотами главы Славянского района, благодарностями Постоянного комитета законодательного собрания Кубани по вопросам здравоохранения. В числе награжденных была и врач-стоматолог Анна Кушнир. Каждый год у нас повышение квалификации, каждые пять лет тоже у нас идет повышение методов. В стоматологии главное отзывчивость, трудолюбие, понимание людей. У нас человек, если пришел, то он пришел с одной проблемой. Естественно, мы пытаемся друг другу помочь, пытаемся друг другу пойти на встречу. От моей работы зависит еще работа многих других. Я не смогу работать, например, без своей медсестры, без санитарочки. У нас все взаимосвязано. Было объявлено имя «Легенды здравоохранения-2022». В этой номинации победила врач-акушер-гинеколог Славянской центральной районной больницы Нина Шелковникова. Лучшие творческие коллективы подготовили для собравшихся прекрасную праздничную концертную программу. «Люди в белых калата, люди в белых калата, люди в белых калата, употребились, звонились двоей». «Люди в белых калата, люди в белых калата, Песня «Люди в белых калатах», воспевающая нелегкий труд медицинских работников, стала достойным завершением мероприятия. Искренне идущие от сердца слова и пожелания всего наилучшего, можно сказать, в адрес всех представителей славянского здравоохранения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».